Итак, друзья, всем привет, сегодня у нас новый видеоролик на сериале Амазинг и хочу сказать вам, видосик будет интересный для тех, кто играет уже здесь год, по крайней мере два, для тех будет точно интересно, для тех, кто только начал, они не поймут фишку и прикола. Короче, друзья, я играю здесь ровно два года уже, то есть два года назад, в 2016 году, в конце этого месяца я начал играть, поднял свои старые видеозаписи и посмотрим, каким всё-таки был Амазинг, который все любили. Ну что же, готовы вспомнить? Готовьте платочки, делайте чаёк, а мы погнали смотреть. Блин, бежать дальше, работать автобусником заново? 750 штук? Это же ебануться! Я ж так, ну, не высяжу, блин, это мне надо, чтобы у меня какой-то задаток начало было. Ну, блядь, не штука рублей, как-то... Да, ну, не по-человечески это, вообще. Ну, заслужил меня, конечно, в казино никто не тянулось, что так брутально подъехал на этой маршруточке такой. Всё, типа, смотрите, папка приехал, сейчас, блядь, выйду отсюда, куплю все рейндж такой. Но это не точно. Чё, типа, чё так много, я говорю, какая нахер, ну, типа, разница, довольно всё, он такой, типа, давай. Я такой же, аж, блядь, грудей так, ааа, смотрю, сука проебал, блядь, думаю, что делать, думаю, что делать, что делать, что делать. Сразу мысль такая, что удалить игру, потом, да не, я же не ложек, думаю, блядь, уже отснял сколько серий, думаю, сейчас опять вот это забить. Не, я, блядь, не любитель бросать чё-то на пол... на полдела, блядь, всё-таки такое, буду доводить это до конца, я всё как плю рейнджная там в сервере. Как, как ни крути, ну, блядь, надо добиваться своих целей, мне, сука, вот, я никогда тут ничего не покупал, никогда не было ни тачки, ни дома, блин, ну, надо, надо покупать, всему должно быть в своё время. Если я проебал эти деньги, значит, ну, я должен их был проебать, ну, в принципе, психология от Тимофи Домино, в общем. Как же началась история моего рейнджовера спорта? Это самый обычный рейнджовер спорт на сервере Амазин. Почему я решил снять такое видео? Да потому что, возможно, скоро в модпаке, в следующем рейнджовера уже не будет. Но я всё равно, наверное, оставлю старый модпак, потому что здесь рейнджовер спорт, и я покупал рейнджовер спорт, а не Toyota Land Cruiser или ещё какое-то подобие внедорожника. Вот, он действительно натягивает Subaru. Давайте, вот, смотрите просто, за сколько он наберёт свою максимальную скорость. Вы там мне напишите по таймингу. Буксун, нитро, пошёл. 10, 45, 66, 83, 92, 101, 109, 118, 127. Всё, до конца моста он набирается максимальную скорость даже раньше. Блин, вот, его сильно начинает вилять. И в этот момент вы даёте газ, и его ещё сильнее. То есть, с этим очень сложно привыкнуть и придрочиться к этому. То есть, это действительно очень такой неприкольный фактор. И вот сейчас тоже был такой момент. Но, вот, я просто даю газ, а его уже несёт. Да, это действительно большая печаль, потому что, если вы жарите на рейндже на спорте, вы должны жарить прямо в отсече, потому что, когда он не достигает максимальной скорости, он хлипкий такой, знаете, как он надурает, как он, братан, не газуйте. Но, когда вы жарите на всё, он так держится за асфальт, что просто, вот, класс, держится, отлично. А теперь, если сбросит скорость, что начинает? Его просто начинает вилять. И, блин, это плохо. То есть, вы когда топите на нём, вы должны топить на нём постоянно. И сегодня я продолжаю снимать видосы на сервере Амазинг Роллоплей. Ээээ, Амазинг, да, вроде Роллоплей. Сервер первый. Итак, я, наконец-то, вкачал фуру 10 уровня. Это КАЗ, но, как вы видите, у меня далеко не КАЗ. Почему? Сейчас я всё объясню. Так, ребят, сразу его закрою. Так, давайте посмотрим, какие номера выпали. О, наконец-то, украинские, а то выпадали эти советские номера. Вот, класс. В общем, ребят, я дошёл до КАЗа и в надежде, что он будет действительно классным, мощным, быстрым, вёртким и так далее и тому подобное. Но, опять же, такая же херня произошла с КАМАЗом. То есть, да, ну, КАМАЗ управлялся, то есть, получше. КАМАЗ действительно был лучше, чем ЗИЛ, например. Да, он был такой же самый, но он был, ну, хотя бы не хуже, чем ЗИЛ. А вот КАЗ, в чём прикол КАЗа, сейчас объясню. КАЗ лёгкий, он очень лёгкий, и это его проблема. То есть, он скоростной и лёгкий, вы подумаете, да, блин, что, дурак, что ты гонишь, он из-за этого становится быстрее. Нет, ребят, ему тяжело просто тянуть прицеп. То есть, по названию вы должны понять, блин, чё это не едет вообще. КАМАЗ или КРАЗ? У меня вот такая дилемма была, потому что КАМАЗа уже есть, ЗИЛки есть, там, ну, надо что-то интереснее. И тут в комнату заходит мой папа. Я такой, папа, слушай, а что бы ты выбрал, типа, КАМАЗа или КРАЗ? Папа на меня так смотрит, говорит, сынок, КРАЗ, это автомобиль украинского производства, это страшная машина. И я такой, берём КРАЗ, захожу, и тут вот этот красавец. Кстати, у него там, если скачать вид от первого лица, то рабочая панелька будет, приборный, то есть спидометр, тахометр, если он там есть, конечно, блин. Ну, короче, всё, что есть, там всё будет работать, вот. И по управлению, ребят, у меня такое ощущение, что мне дали машину просто космическую. Более атмосфернее смотрятся КРАЗы, Уралы, КАМАЗы, ЗИЛы, Газоны, то есть это куда интереснее смотрится. Я, ну, не то, что ненавижу иномарки, нет, я люблю иномарки, Вольво особенно, и вот эти Даффы люблю, там, они неплохие, Скани, вот эти, ну, классные. И в ЭКО тоже прикольные, но, ребят, в данном случае лучше будет, конечно, КРАЗ, куда интереснее. Вот, и поэтому я скачал это. Также мне нравятся МАЗы, но это я просто по харду взял, и сейчас я вам хочу показать. Вот, ментовская машина, давайте переедем их. Смотрите, просто наблюдайте за этим зрелищем. Там никого нету, к сожалению. Блин, вот, ах, неудобно, не, не заедем, не переедем, к сожалению, не переедем. Ну, одного удара хватило, чтобы я его перевернул. Вот, так же самое на поворотах, и когда берем прицеп, да, ему сложно стартовать. Здесь я не спорю, стартовать ему сложно. Прицеп можем не смотреть на него, он заскочит. Вот, смотрите, ладно, окей, 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 все, поехали. Смотрите просто на это. КАЗ так сможет? Сможет КАЗ без модификаций? Вот, ребята, ради этого я и скачал Урал. Одно с... Ой, да, блядь, какой Урал, краса. Если у вас влетает Гелик... Блядь, если Гелик выживет после этого удара, это... Это, сука, сказка просто. И разгоняетесь на 100 км в час, и лобоуху в Гелика. Я вам отвечаю, летаю, блядь, как по прыгунчику. Я такая... В разные стороны. Разгоняться на полную скорость я не буду, конечно же, потому что мы улетим в воду. И так, смотрите, что там происходит. То есть какой-то движ, какая-то заварушка, да? Так, на рейндж-ровер нам, ну, как-то по боку, это не наше дело. Так, у меня еще права забрали. А, не, нет. Ну, ничего. У меня еще права забирали, ну, кабоченек. Хуёченье, блядь. Пускай я бы развил бы, без проблем. Смотрите, как прыгать Зил, и смотрите, как мы ебашим. То есть нам похуй. Зил лопух. Зил просто лопух. Нам похуй. Мы на КРАЗе, ребята. Мы на КРАЗе. КРАЗ среди тягачей, это как рейндж-ровер среди внедорожников. То есть ему похуй. Он просто есть, и он лучший. Так же самое с КРАЗом. То есть вы видели, не прыгал, когда заезжали на трассу. Ребят, это достойно лайка и вашей подписки. Ммм, блин, чувак. Ну, давай. Ты играешь? Отказался. Один миллион. Давай на 250 тысяч и сыграем на лям. Вы проиграли. А теперь давай на лям. Вот посмотрите, вот он, сука, ссыканет, я уверен. Миллион. Давай миллион. Есть! Мы вырали, ребята! Да! Затащили! Есть! Вырали миллион! Да! Ребят, за это ставьте лайки. Мы выиграли миллион. Сука, поставили этого на место. Сыковал, 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 сыковал. Ну, на, сука! Да. Да, 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 да. Ребят, я когда шел в казино, у меня было 3 миллиона 10 тысяч. Я вышел из казино. У меня 3 миллиона 500 тысяч. Играть дальше я не буду. Спасибо за игру, ребятки. Я пошел. Вот, ребят, вот как можно поднять миллион. Это было действительно рискованно. Я, вы сейчас думаете, ой, это засал, дальше играть. Ребят, я не засал, просто надо вовремя остановиться. В общем, вот так вот, ребятки, я поднял деньги. Не рискуйте, ребят, не рискуйте. На последний день и не играйте никогда. Минимум, я вот советовал бы вам идти, вот, чтобы, вот, когда вы идете в казино играть, тупо на все, чтобы у вас минимум в банке было 200 тысяч. Почему? Потому что за 200 тысяч можно купить себе квартиру и хотя бы какой-то тазик хороший. Завтра будет уже обновление Амазинга. И так, идеальный сервер делает еще лучше. Вот, ребят, хочу сказать. Вот, ребят, сервер, сам сервер. По поводу сервера, мне очень нравится сервер. Сервер очень классный. Я пришел играть в КРМП. Первый мой сервер был, ну, на котором я реально начал играть. Это был Амазинг Роллоплей 1. Я здесь до сих пор играю. Уже сколько времени пройдет. Прошло, еще сколько пройдет. И я до сих пор здесь играю. Мне просто по кайфу, ребят. Как же я привык к этому серверу. Как же мне классно. Как же вот чисто от души люблю этот сервер. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК